Работа учреждений здравоохранения в период пандемии коронавируса находится в центре внимания местной власти. Эта тема была рассмотрена на еженедельном оперативном совещании в администрации городского округа. Директор Щелковской областной больницы Дмитрий Логинов сообщил, что в Щелкове развернут специальный инфекционный корпус на базе филиала номер один Щелковской областной больницы мощностью на 70 мест с 12 реанимационными. Здесь имеется 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. В ближайшее время ожидается поступление еще 16. В поликлиниках установлены фильтр-боксы, где проверяется состояние здоровья пациента. В дальнейшем в случае обострения ситуации на территории округа под целью борьбы с коронавирусом может быть перепрофилирован хирургический корпус на Парковой улице. В случае, если это будет необходимо, мы планируем даже 84 койки, из них 14 реанимационных. Этот корпус оснащен в своей хирургической лаборатории, компьютерной установке, хирургеновским аппаратом. Полностью оснащен в аэроскопическом управлении. В случае необходимости, в случае необходимости, в течение одного дня, но мы все это делаем только по указанию Министерства управления автобусом. Второй вопрос, который был рассмотрен на совещании развития инженерной инфраструктуры городского округа. Речь идет о ремонтных работах на нескольких коллекторах, расположенных в микрорайоне Чкаловский, на улице Беляева, в деревне Леониха, а также на канализационно-насосной станции Соколовская. С докладом выступил заместитель главы администрации Аркадий Собейников, который сообщил, что все муниципальные контракты исполняются в плановом режиме. Глава городского округа Сергей Горелов дал поручение сотрудникам администрации усилить контроль за инженерно-техническим оснащением всех систем жилищно-коммунального хозяйства, нацеленных на бесперебойное и качественное снабжение населения водой. Прошу держать эту работу за контролем. Работа очень огромная тема. И надо, чтобы об этом жители знали. Андрей Цеханович, Александр Ожевский, Щелковское телевидение.